Знаете, первый вопрос. О чём бы вам хотелось, чтобы эфиров было больше? О чём стоит людям слушать, слышать? Каких? О чём? С кем? Ну, в целом, если сказать, ответить на такой вопрос, интересный вопрос. Ну, первое, спасибо за хорошие слова, за вдохновение, за то, что мне посчастливилось участвовать вот в такой программе широкой, общение с хорошими людьми, которые интересуются знаниями. Для меня это важно, делиться и также учиться вместе. Но что касается вопроса, о чём бы мне хотелось, что меня именно толкает к тому, чтобы делать то, что я делаю. Ну, может быть, какая-то идеализация у меня была, юношеская, сохранилась ещё. Идеализация того, что можно создать, ну, как бы, хорошее общество. Общество людей, которые счастливы, которые не обманывают друг друга, которые искренне учатся жить, помогают друг другу, которые готовы ради других многое сделать, больше, чем для себя. У меня такие мечты, они до сих пор живут, что такое общество можно создать, если мы сможем обрести знания соответствующие. Вот, всё это время я ищу, конечно, знаний, изучаю себя, изучаю мир, как бы изучаю ведическую литературу. Также есть практика духовная. Всё для того, чтобы мне было понятно, кто я, что это за мир и каковы же законы счастья для людей, как устроено общество человека, как устроена семья, какова же конечная цель нашей жизни. где эта вдохновляющая сила хотим мы найти, красота жизни, творчество, талантливость, успешность, небессмысленность существования. Как бы у меня эти идеи вот и живут. Я бы, конечно, хотел, чтобы люди были более счастливы, что ли, общаясь друг с другом, именно обретая знания, потому что без знания я не думаю, что можно обрести счастье. Счастье в невежестве, как бы это, ну, это удел для людей слабых. То есть сильные люди идут путём знания, потому что это нелегко. Знание обретать не так легко, как кажется. Ну и для разных людей, может быть, по-разному можно начать эту тему, потому что разные есть уровни людей, разные интересы людей. Для какого-то возраста, скажем, дети, им нужны игры, друзья, и с ними нужно именно через игры, дружбу общаться, да, как-то к истине приближаться. Для юношей и девушек это любовь, конечно же, их возраст, влюблённость и чувственный возраст. И нужно говорить именно об этом, об этих ценностях, которые как-то тоже связать нужно с абсолютной истиной. Для людей уже, которые имеют семью, они должны знать, как воспитывать детей, как о семейных традициях, о профессиональном долге, о своей природе, долгом перед обществом, социальные какие-то уже вопросы решать, как добиться экономического процветания, например, как, что такое настоящее образование, что такое здоровье. Эти ценности нужно для людей, которые поддерживают семьи, воспитывают детей. А уже люди пожилого возраста, им нужно думать об отстранении от всего и больше углубиться в себя, в мудрость. И в конце жизни, конечно, нужно отречься от всего, что было, уже черту подвести и сосредоточиться только на Боге, только на духовном. Поэтому разные люди в разном возрасте, у них есть разные задачи, потребности, и нужно все эти потребности учитывать, когда мы общаемся. Александр Геннадьевич, знаете, вот я вас сейчас слушаю и понимаю, что я привлеклась, видимо, тем же к вам, к другим людям, которых наблюдаю сейчас, у которых и чусь, но теми же потребностями. Мне всегда было интересно, как живут люди, меня всегда привлекали знания. И даже в какое-то время я коллекционировала знакомства с интересными людьми, так я называла эту вещь. То есть ознакомство с теми людьми, которые меня развивали, которые меня делали, ознакомство с которыми меня делало лучше. И вот сейчас несколько рубрик на моей страничке. Это ЖЗЛ, ЖЗЖ, жизнь замечательных женщин, жизнь замечательных людей. И я так понимаю, что ведь можно ещё давать эти знания, информацию через истории людей. Вы согласны с тем, что истории людей, на них больше всего, наверное, учишься и мудрости, и понимания тому, как нужно поступать в определённых ситуациях. И для пожилого возраста людей, и для молодёжи. Что вы думаете по этому поводу? Ну, это то, что написано для нашего века в Ведах, что в Век Каде легче всего будет понимать, как бы получать знания через истории великих людей, именно таких выдающихся личностей, высокоодухотворённых людей, образ жизни великих, скажем, мудрецов изучать, жизнеописание, также великих святых, также людей, выдающихся в мире, тоже можно многое понять по их образу действий жизни. Спасибо большое. Знаете, я сегодня с людьми, которые слушают и просят задавать вопросы, мы определились с такой темой, которую назвали «Как видеть Бога в родных и близких?» Вот мы с вами разграничились, сейчас определили, что для разной категории людей всё-таки нужны разные знания, и это очень важно. Так вот, сегодня люди заинтересованы идти дальше. Первые шаги, делающие на духовном пути, мне очень всё это знакомо, всего так недавно, 8 лет назад я прилетела к вам в Казахстан с одним вопросом получить благословение на развод, и вы сказали, даже с желанием уехать в Америку, вы сказали, самое главное найди там преданных, и чтобы путь, духовная практика не прерывалась. И вот сегодня вопросы людей, они о том, что встав на духовный путь, очень часто наши близкие не понимают, они нас по-другому видят, они злятся, агрессируют, они нас не понимают, не готовы нас такими принять. И вот у меня вопрос родился, что происходит с нашими близкими, когда они видят, что мы идём своим путём, вот как их понятие принять? Ну, прежде всего, эта проблема исходит из того, что мы утратили семейные традиции. мы сейчас вступаем в брак исключительно на такой сексуальной основе, ну, это может быть в тонких формах, просто вот влюблённость, например, уже, может быть, причиной брака, молодость, красота, причина брака. Ну, вот сексуальность имеет огромное значение в нынешнее время, вот культура более-менее сексуального характера, конечно же, сейчас в обществе, поэтому, как бы традиции духовные, они утрачены, то что-то одно, либо сексуальная, да, превосходит энергия, либо духовная, они вместе не сочетаются, как огонь и вода, они должны хотя бы регулироваться, одно с другим не сталкиваться, вот, есть, как бы, вещи, которые мы скрываем друг от друга, вот, мы одеждой покрываем тело, это культура, потому что, если тело не покрыто одеждой, то невозможно сосредоточиться на чем-то возвышенном, вот, человеку, понятно, что он будет уже думать совсем о другом, будет возбужденный ходить сексуально, и вот, нынешняя культура, она, как бы, ну, делает человека возбужденным, постоянно, мы видим такие объекты на улице, там, или в фильмах, неважно, и каждый, там, минуты или две всплывают какие-то части тел в уме у мужчины, женские, это вот психологи так говорят, постоянно в уме прокручивается какая-то сексуальная тема, вот, поэтому, очень сложно сосредоточиться на чем-то другом, а сексуальная тема означает также деньги, это связано с этим, деньги, нужна красивая одежда, нужно здоровье, потом жилье, крыша, где можно, вот, жить с семьей отдельно, и весь этот образ жизни складывается, вот, как он складывается сейчас, вот, евростандарт, евроремонт, все вот такие стандарты, автомобили, дороги, это все дальше идет, идет, а всего лишь от того, что есть мужчина и женщина, из этих отношений рождается вот эта целая цивилизация небоскребов, самолетов, лакированных этих автомобилей, а все для того, чтобы выйти из кабины, открыть дверь, впустить или выпустить туда женщину, закрыть за ней дверь, сесть за руль, и выполнить дальше все ее желания, чтобы потом просто, ну, наслаждаться сексуальной жизнью, чтобы устроить такие отношения. Я извиняюсь, что я, может быть, так обобщаю. Это важно. Вот, конечно, есть любовь, есть любовь, я не должен как бы принижать это все, но любовь, не связанная с долгом, не является настоящей любовью. Поэтому, если брак непрочный и брак склонен к распаду, это не настоящая любовь, так и проверяется все. Раньше вроде бы любили, а сейчас вот мы не можем жить вместе. Нет традиций, нет как бы регулирующих правил брака. Есть только как бы привлечение двух полов, пока они нравятся друг другу, как только не нравятся, они начинают ссориться и даже ненавидеть друг друга и расходятся. Это все сексуальная тема, понимаете, это все вокруг одного и тоже вращается. Вот это вы привлечение. Не прервалось? Все хорошо. Чуть-чуть-чуть. Прервалось, но все хорошо. Что-то с интернетом у нас, да? Вот, все. Вот, поэтому понятно, что на такой основе если кто-то принимает духовную жизнь в семье, это стресс, это революция вообще для всех родственников, что касается питания, образа жизни, все не так. Раньше мы жили для наслаждения чувств, могли праздником и выпить, чувственные наслаждения какие-то иметь, когда мы хотим, а тут какие-то правила, регуляции, ограничения появляются. То есть дело-то не в религии таковой, а в ограничениях, которые люди не хотят принимать. Вот, например, они могут бороться за интоксикации, что я не хочу принимать твою виру, потому что там запрещены интоксикации. Или мисоедение, вот-вот, что их беспокоит. Или регулировать сексуальную жизнь. Они вообще думают, это вообще какое-то безобразие, беспределка, зачем они вмешиваются в мою личную жизнь вообще, да? Но мы должны знать законы, законы жизни, что сексуальная жизнь, если она не ограничена, она разрушит нашу жизнь. Это как огонь, который нужно держать в очаге, нельзя его выпускать в дом, он сожжет все. Вожделение имеет такую растущую, всепожирающую природу. Оно может разрушить разум человека, превратить его в животное может. Поэтому здесь как бы нужно идти путем знаний, не путем наших чувственных желаний. И вот семья, она как бы имеет два аспекта. Это аспект богатства, материального, наследства оставить, долг старших, потом оставить какие-то деньги, недвижимость, ценности материальные и знания, как пользоваться этими ценностями. Семьи, они распадаются очень часто, непрочные сегодня. И все самые лучшие принципы духовные в семье сейчас люди не могут применить, не хотят применять. А вообще семья это духовный уклад, это священный союз, где как бы живут принципы религии. Именно в семье принципы религии здесь ждутся. Не в храме, не в конфессии, не в церкви, не в мечети, а в семье хранятся. И вот сейчас семья может восстановить эти вещи. Не печальтесь, если кто-то из родственников сейчас не понимает вас. Пройдет время, и вы увидите, вы пойдете через три этапа. Сначала будут над вами смеяться, потом злиться и преследовать, а потом будут восхищаться, когда уже будут плоды вот этих вот ваших духовных поисков. и вы на самом деле проявите что-то необычное в своей жизни, достижений, способностей, будете превосходить всех ваших родственников, весь ваш род получит благо от того, что вы делаете. Вот тогда вам будут восхищаться и гордиться, что в моем роду был такой человек и есть такой человек, которым я горжусь. Так мы заложим заново эти семейные традиции. Удивительно, вы говорите. Я помню, как восемь лет назад я приехала, снова общалась с вами в Индии, более того, я приехала туда с супругом, с мамой. Моя мама смогла находиться в Индии всего 9 дней, но вы сказали, что этого более чем достаточно, чтобы ее жизнь уже никогда не оставалась прежней. И многие люди, которые подтягиваются ко мне и нуждаются в таком общении, они говорят как раз о том, что они проходят все этапы, которые прошла я, потому что когда-то вы мне сказали «иди дальше», а не подтянутся. Муж, мама и дети даже. И в какой-то степени это сегодня уже произошло. Мама пересмотрела все серии Махабхараты, Махадева, бог богов, перечитала всю литературу, Бхагавадгиту, Шримадбхагава, Шриша Панишат и прочее. И это удивительно, что у нас это случилось, это доказательство ваших слов для меня в частности. Но при этом у людей все равно остаются такие вопросы, знаете, а мой муж пьет, что делать? Вот интересный вопрос, а что хочет мне сказать Бог, когда муж пьет запоями и оскорбляет? Ну, тут есть два варианта. Если возможно, терпеть и продолжать свой духовный путь, потому что многое зависит от вашей духовной силы, от вашей духовной силы. Когда вы обретете больше духовной силы и больше влияния на людей, конечно, ситуация будет меняться. Это касается и мужа, и детей, и родственников, и знакомых, и начальства на работе, и подчиненных, то есть всего окружающего, как бы, социума. Он будет от вашей, от вашей, как бы, духовной силы трансформироваться, несомненно. Сейчас вы, если начинаете, мы не ожидаем быстрых перемен. Вот. Сначала, как бы, ну, муж, тем более, если жена идет воздушным путем, он начинает чувствовать себя неполноценным перед женой. Поэтому ему будет, ну, трудно психологически видеть все это. Он будет, ну, вот себе вот так вот вести, делать наоборот, иногда сарказмом что-то говорить, злиться или шутить, так вот не очень добро, потому что по природе муж должен быть впереди, как бы, а тут жена выходит вперед, и его эго мужское не выдерживает этого, что ему уже так не служат, уже такого внимания не уделяют, уделяют внимание Богу, там, духовности, какой-то духовный учитель появился уже, кто-то другой, то есть соперник какой-то, типа того, что ему сложно психологически это принять для мужчины. Это, это начало такового, начало. На более, как бы, глубоких этапах человек любой почувствует, что дело не в этом, ему не угрожает ничего от вас, наоборот, наоборот, это дает ему возможность, большую возможность, если вы продолжаете вот так же уважать, так же принимать такое смиренное положение перед ним, подчеркивая его ценности, которые он имеет, этот человек близкий для вас, тогда он начнет больше понимать ваше сердце, и вот это вот решающий момент, когда он будет понимать ваше сердце, почему вы приняли духовную практику, почему это вошло в ваше сердце и как, вот тогда он будет вас благословлять, а потом и помогать сам. Это вопрос такой очень тонкий, личностный. И есть другой вариант, другой вариант, это худший вариант, когда человек на самом деле не проникается, не склонен служить ваше сердце, он просто эгоистичен, демоничен, злобный, и это усиливается вплоть до того, что уже опасно с ним даже рядом находиться. Такие примеры тоже есть, опасные, которые трагически заканчивались даже, я сейчас не буду об этом говорить, трагически заканчивались такие примеры. Их единицы, но такие люди, злобные, тоже есть. Если этим человек оказался ваш муж, вам нужно жить на расстоянии с таким человеком. Советная жизнь уже не приведет вас ни к чему хорошему. мы должны все проверить, чтобы убедиться, что на самом деле это невозможно. Вот даже сейчас вы сказали, что жить на расстоянии, вы не сказали разводиться. И я вот как раз хотела еще переспросить, есть ли варианты, когда развод это выход, стоит ли разводиться, или все-таки лучше жить на расстоянии? В разводе смысла как такового нет, потому что разводов не существует в природе. Это наши внешние законы, которые придумал человек. Хотя разводная иногда и дается, но по сути в природе ее нет, потому что женщина, выйдя замуж за мужчину, она сохраняет эту самскару пожизненно. Живет она с ним или не живет, она сохраняет эту самскару пожизненно. Поэтому мы говорим, разводов нет. Отпечаток остается пожизненно. Но печать в сердце остается. На бумаге можете разорвать печать, а в сердце печать останется. Если вы второй раз выходите замуж, значит, у вас в жизни два мужа в сердце. Две самскары, две печати остаются. Поэтому, да, с этой точки зрения это не решает проблемы, но усугубляет даже проблему. Женщине дается один шанс быть счастливой. Лучше всего один раз выйти замуж и все. Поэтому, если жить невозможно, просто не жить, жить на расстоянии, но замуж не выходить второй раз, стараться. Стараться, а посвятить себе духовной жизни. Это был бы такой хороший вариант. Не всем по силам, это то, что мы сейчас говорим, но это вариант лучший из того, что есть. удивительно. А разводиться, чтобы снова жениться и снова выйти замуж, считается, по большому счету, это развратно. Но в наше время допустимо, потому что мы не обладаем такой духовной силой. Такой духовной силой. Поэтому здесь мы опускаем глаза. Но ведические принципы, они очень высокие. Что касается отношения мужчины и женщины, самые высокие принципы вот в этой области. очень здорово. Знаете, мне сейчас вспомнилось, мы общались с моей мамой, и мне поступил такой вопрос, но вот как, то есть мы проясняли для людей, как мы наладили с мамой отношения, как мы начали договариваться с ней, потому что были отношения тяжёлые. И практически вопрос был такой же, как у нас с мамой отношения проблематичные были, что мама не слышит, мама гневается, агрессирует, обижает, унижает девушку, какой-то. И я переадресовала этот вопрос маме, на что она так послушала, говорит, ну терпите, это же ваш выбор, вы же выбрали, значит, духовный путь, теперь терпите. И вот слушая вас, я убеждаюсь, что ответ мамы мудрый, то есть это ваш выбор, во-первых, супруг, ваш выбор, духовный путь, и в принципе, какие качества мы обретаем? Мне это понятно, мне очень хочется сверить вот своё понимание с вашим ответом, какие качества мы обретаем, если мы терпим, если мы принимаем ситуацию? Смотря как терпеть. Ну да, да. Есть терпение, не полезное, а есть терпение полезное, это терпение в разных, как бы, гунах природы рассматривается, рассматривается, в разных качествах. Есть терпение, основанное на высокомерии. Я себя считаю выше других, поэтому могу снисходительно к ним относиться и терпеть. Но как только мне скажут, что я, ну, как бы, не на таком высоком уровне нахожусь, я взрываюсь, я сразу бью в лицо. Меня оскорбили, мою честь затронули, да, я себе думаю так, а меня ведь опускают, унижают, я не могу терпеть, у меня в гнев, мне раздирается его. Это терпение называется в невежности. Пока меня считают великой личностью, я терплю всех. А в гуне страсть и терпение, внешне, временное терпение. Я терплю, чтобы создать впечатление, что я человек порядочный. Я могу терпеть, могу вот быть культурным, даже в таких случаях сложных, да, когда со мной плохо обращаются, я могу терпеть, но на показ. Когда это не срабатывает, когда меня все равно не ценят, я говорю, хватит терпеть. Я долго терпел, я был терпелен, теперь хватит терпеть. Я начинаю опять же войну разжигать. То есть, я себя оправдываю прошлым терпением. Это в страсти, в невежности, в страсти. Но, когда человек терпит в знании, вот тогда он остается уравновешенным, его терпение постоянно. Почему мы говорим, скажем, всем людям о законах кармы, как это связано, скажем, с нашей жизнью, вот нынешней, семейной жизнью, чтобы мы понимали, что все, что не делается, обусловлено определенными причинами, законами. когда мы понимаем эти законы, мы можем терпеть очень сложные ситуации, потому что все, что происходит со мной в жизни, это мои собственные заслуги прошлых поступков. Это последствия моих прошлых собственных поступков. Это, собственно, я причина этому всему. А мир, как бы, это инструмент, в котором я нахожусь, он реагирует на мое поведение в прошлом, в настоящем и в будущем придут плоды того, что делаю сейчас в настоящем. А настоящий момент продиктован прошлыми поступками, прошлыми жизнями. Вот осознавая вот этот момент глубоко, я могу быть очень терпеливым, постоянно и уравновешенным человеком. Мне очень-очень откликается ваш вопрос чисто из собственной практики, потому что вначале было терпеть невыносимо, и я еще много и часто донимала вас своими вопросами, что все равно все не так, как хотелось бы. На что вы однажды мне сказали. «У тебя есть я, Бог, у тебя уже все есть, что тебе еще надо? Будь счастлива и все, принимай вот все как есть». И я вдруг, для меня что-то открылось совершенно другое, новое. Я поняла, что действительно все, что у меня, это мой чемодан, я это заслужила, и что не просто так, а для чего-то, что муж и отношения с мужем для того, чтобы я… Потому что муж тоже инструмент в руках Господа, для того, чтобы во мне какие-то качества проявились. И отношения с мамой, это когда понимаешь, что это ее форма заботы о тебе, что это ее видение твоего счастья, она переживает за то, что ты не на тот путь или пошла не тем путем, который ты хотела. Тогда ты просто принимаешь это совершенно спокойно и с благодарностью. Спасибо большое. Есть другие вопросы. А вот можно ли противоречить старшему, если понимаешь, что он ведет себя неадекватно? И как правильно это сделать? Это вот как бы продолжение нашего разговора. если это на самом деле старший человек, то нужно учитывать его старшинство. Если даже он не прав, то этикет не позволяет его как бы оскорблять старшего. Поэтому, ну, мы обычно поправляем его в форме вопроса. Не в форме наставления, а в форме вопроса. Подыскиваем просто вопрос, подходясь, чтобы он сам ответил на этот вопрос. И если он старше, он поймет, что мы хотели сказать. Старше бывают разные. Бывают старше по возрасту. Бывают старше по власти, по количеству власти. Бывают старше по количеству богатства. И бывают старше по количеству знания. Знание считается высшим критерием. Теперь главный человек в знании, но моложе вас, он считается старше в знании. Но он при этом вам выражает почтение вашему возрасту. То есть не отрицает почтение возрасту, богатству и власти. То есть все это вместе нужно вот учитывать. Все факторы. Вот. Поэтому всегда мы выражаем почтение возрасту, знанию, богатству и власти. Критерий самого высшего старшества знания. Но он не принижает другие. Александр Геннадьевич, я сижу и улыбаюсь. Знаете почему? Потому что я, обучаясь за эти 8 лет, научилась задавать вопросы. То, чего я совершенно не умела делать. Сейчас я понимаю, что я действительно это делать умею. Но что делать, когда твоя старшая, в частности, мама, она говорит, достала ты меня со своими вопросами. Ну, то есть вот как раз это маму и раздражает. Она директор школы и любой вопрос правильно заданный, я знаю, что на любого другого он бы сработал, но не только не на мою маму. Что в этом случае делать? Я говорю, мам, все, молчу. Нормально. Нормально. Это интересно. Очень. Дети всегда так вот третируют родителей. У них нет ответа, поэтому они раздражаются. Ух ты. Ну, это же интересно. Это же интересно. Ой, да. Мне очень интересно. Только не знаю, насколько маме интересно, но судя по тем комментарием, который она потом со временем, спустя какое-то время успокаивается и иногда она говорит, ну, вот как бы ты в этой ситуации поступила? Ты же у нас умная. Ну, то есть она каким-то образом смиряется, принимает. Ну, во всяком случае не скучно. Да, это правда. Спасибо большое. Следующий вопрос. Это вот те, которые начинают идти этим путём. А мой муж не собирается отказываться от мяса. Что делать? Могу ли я ему готовить мясо? Есть подобный вопрос. Может быть, вы объедините ответ. Я сама отказалась от мяса, но готовлю в семье и чувствую себя лицемерно перед Богом. Так и есть. Ну, мы уже как бы отвечали на подобные вопросы. Что это вопрос как бы ни мяса, ни водки, ничего-то другого. Привычки. Люди привыкли жить как живут, они просто привыкли, живут, они пока не понимают, что от них требуется и почему. Они могут пока не сознавать, почему вам не нужно готовить мясо, почему вам уже это претит. Они ещё этой психологии не знают и не были вегетарианцами. Поэтому их совершенно можно понять. Они будут против, они захотят, чтобы вы готовили, как раньше, выполняли свои обязанности домашние и так далее. Но со временем, когда они поймут ваше сердце, мы упоминали об этом, так, только что. Сердце. Ответ будет там, когда они смогут понять именно ваше сердце, а для этого нужна ваша духовная сила, не просто отказ от мяса, а ещё духовная сила должна быть. Вот тогда они это почувствуют и тогда они вас благословят, как только вы попросите об этом. Помощи. Что вам нужна помощь в духовной жизни, что мне мешает вот эта вот вещь. Я не могу готовить мясо. Я вижу там труп убитого живого существа, я уже совершенно по-другому воспринимаю эту реальность. Пожалуйста, помоги мне. Помоги, освободи меня от этого. Может быть, кто-то будет готовить тебе, может быть, ты сам, может быть, ты будешь в другом месте принимать мясные блюда. Пожалуйста, только меня освободи. Я бы хотела духовно продвигаться, мне нужна твоя помощь, благослови меня. Вот этот момент внутренний, там ответ найдёте. Вы знаете, я так понимаю, что вы говорите, потому что моей семье уже больше восьми лет нет мяса, рыбы, яйца, но дети, им всего младше 17-19, они как-то вот какое-то время были несчастны в том, что вот в семье исчезли эти продукты, и они мне говорили, мам, ну послушай, ну ты же ела до 45-ти всё это, а у нас отнимаешь вот в раннем возрасте. И у меня не было аргументом, как, что им ответить, но у меня было то, что лежало у меня на сердце. Я сказала, что я давала обеты, и что я знаю, что если я это делаю в семье, то это отражается на здоровье моего духовного учителя. И вы не поверите, мои дети где-то на улице, они, наверное, едят ещё гамбургеры свои, чипсы с чем-то, но в нашу семью они реально, в дом точнее, они не приносят эти продукты, помня о том, что это может подразиться на вашем здоровье, и для них это настолько важно, что даже муж, когда я уезжала, он говорил, давайте купим там курицу, хотите, сварю вам что-то. Они говорили, нет, потому что мама давала обеты. И это о том, что можно договориться, можно действительно найти компромисс, и просто его нужно искать правильными словами, открывать близким своим сердце и говорить, что у меня есть потребность поделиться своими чувствами, мне нужна помощь, как вы сейчас сказали. И если есть взаимопонимание в семье, это обязательно откликнется в сердце ваших близких. Спасибо огромное. Есть ещё такое, если ты стремишься к свету, отказался от нас, алкоголя, пытаешься внутренне принять всё, что происходит, но при этом чувствуешь порой, что тебя тянут на дно, так как нахожусь на переходном периоде. Иногда сложно удержаться от гнева и осуждения. То есть вопрос про рождается гнев, осуждение, не принятие их потребностей близких. Как в этом случае? А какие потребности? Потребности, как удержаться от гнева и осуждения. своих близких родственников? Да. Да, ну то есть включается, да, вот вы плохие, это же вот вы говорили. Вы не удержитесь. Нет, в семье это невозможно. В семье будет прояснена в течение жизни каждая деталь характера. Полностью разборка личности будет, собрать её нужно будет заново. Это и есть как бы семейный уклад, духовный уклад, где разбирается личность на части, познаётся и собирается заново в том виде, в котором лучше это должно быть. О, как интересно. Да, это семейная жизнь, это чистилище. Не думайте, пожалуйста, что семейная жизнь создана для комфорта. Это очень сложный, очень трудный уклад. Сложный. Тут нужно как бы понимать психологию. Тут нужно много уважения, много жертвы от себя. Пройти через, ну, большие трудности, чем вы воспитаете себя, мужа, близких, там, детей, чтобы удержать этот мир, сохранить вот эту целостность семьи, традиции. От вас понадобится полная отдача, полная жертва. Никакого эгоизма. Никакого эгоизма. Придётся отречься от всего эгоизма своего. Поэтому здесь я не думаю, что это что-то неправильное, когда вы разбираетесь с близкими на какие-то темы, кто-то говорит да, кто-то нет, и вы разбираетесь всю жизнь. В конце концов, вы должны разобраться с этим. Это ваш путь. Это нормально. Не идеализируйте, что всё должно быть культурно, приятно, вот такая вот эйфория какая-то, да? Такого не случится. Вы будете раздражаться, вы будете спорить. Главное, не оскорбляйте друг друга. А идите к истине. Если вы будете друг друга оскорблять, то да, вы разрушите брак. Именно оскорбления разрушают отношения. Не ссоры, не разные мнения, а оскорбления. Очень здорово. То есть, ну, мне хотелось сказать, что если ты в позиции ученика подходишь к этой ситуации, то даже интересно становится. Вот в моём случае, когда я начала осознавать определённые вещи, что происходит со мной, с жизнью моих близких и в нашей совместной жизни, мне стало интересно. Вот надо же, вот сейчас реагирую по-другому и реакция со стороны близких другая. Реагирую стереотипно так же, как раньше, ну и получаю, как раньше. И вот получается, что семейная жизнь это такой вечный процесс, выкристаллизация качеств, правильно? Правильно я понимаю? То есть, мы работаем над своими качествами, они меняются, меняется тогда ситуация в семье. Это так. Да, качество, это на санккрите модус, модус, или гуна, на санккрите гуна модус переводится, это качество. То есть, одно и то же слово можно произнести в разных модусах, в разных настроениях, в разных качествах. Вы можете говорить правильные слова, но неправильный модус выбрать. И тогда будет серьёзный конфликт, хотя вы всё правильно говорите, и ваш партнёр тоже всё правильно говорит, но модус ужасный. Вы можете говорить с неприязнью, допустим, или с давлением. Вот это модус называется, гуна. А слова, может быть, вы и правы, каждый по-своему, но нужно ещё выбрать модус. Поэтому читайте три гуны материальной природы, это 14 глава Бхага Вадгита, изучайте модусы. То есть, вы свободный человек, если правильно выберёте модус, вы можете делать всё, что угодно, и всё будет хорошо и полезно, если вы правильно модусе это делаете. Вот, возможно, даже я где-то неправильно задаю эти вопросы, просто чисто интуитивно, или, точнее, чисто эмоционально, знаете, считывается в глазах, или считывается из сердца. Потому что, мама, вот теперь, говорит, ты нормально говоришь, видишь, я не раздражаюсь, у меня это не, как бы, не вызывает негативных эмоций. Я услышала, а вот ещё спрашивают, нужно ли терпеть оскорбления и унижения. Ну, вы говорили уже, что терпеть, в зависимости от того, как терпеть, да? Но, может быть, здесь ещё что-то. О терпении мы говорили, и ещё немножко поговорим об оскорблениях и унижениях. Человек в невежестве, он не может совершить серьёзного оскорбления в невежестве. Например, когда Иисус Христос был распят на кресте, он испытывал, конечно же, боль, когда его прибивали гвоздями, но он молился за этих мучителей и не ведут, что творят. Он не принимал их оскорбления всерьёз, потому что люди в невежестве. Вас человек толкнул на улице сильно очень, да? Прохожий какой-то. И вы, конечно, разгневанно оборачиваетесь. В чём дело, собственно говоря? Вы вдруг видите, что человек слепой, и с вас весь гнев сразу слетает. Смотрите, вы просто в знании это увидели, с другой стороны это увидели. Поэтому, когда человек в знании уже находится, вот тогда его оскорбления опасны. Другой пример. Маленький ребёнок на руках у матери иногда хлопает его по лицу прямо. Вот так. Но мать не принимает всерьёз, потому что ребёнок в невежестве. Но если взрослый сын бьёт мать по лицу, это уже оскорбление серьёзное, это уже разрушает, да, наши отношения. Поэтому, если вы начинаете, скажем, духовную практику, ваши близкие ещё в полном неведении, что вообще делаете и творите, и на чём это основано, и начинают вас унижать, оскорблять, что вы попали в секту и прочее, прочее, вот вы должны знать, что они ещё не ведут, что говорят. Всерьёз пока это не воспринимаете. Это их просто эмоциональная платформа. Она меняется. Она неустойчива. Они сегодня одно говорят, потом будут другое говорить, когда поймут что-то. Поэтому здесь, вот тут можно потерпеть. Удивительно. Когда человек уже прочитал все книги, когда понял вашу философию, ваши ценности сердца, понял, ваш духовный путь и цель, всё это понял и оскорбляет. Это демоничный человек, это плохой-плохой человек. Удивительно. Вот своим объяснением вы сейчас как поменяли парадигму даже, потому что у меня, даже мне сейчас намного яснее стало, вот почему это всё происходит. И да, в таком формате, когда ты это понимаешь, ты понимаешь, что это даже не то терпение, а это просто принятие своих близких в их состояние, вот в их гуне. Теперь портятся отношения с мужем. Он меня не понимает, считает всё это блажью и запрещает читать мантру. Что делать? Вот когда идёт реальный запрет, потому что я, правда, у меня несколько историй, где по три ребёнка девушка очень идёт такими семимильными шагами в духовной практике, а ополчились все родственники свекровь, мать, супруг? Ну, значит, они на верном пути. Это прежде всего хороший знак. С этой стороны хороший знак. Семья, мы уже говорили, бывает разное. Бывают демоничные люди, их меньше всего, но бывают. И с ними вы ничего не сделаете. Пока вы вместе живёте, вы так и будете испытывать вот эти вот давления, подчинение, вот этот их эгоизм, их диктатуру, они не пойдут ни на какие уступки. это люди такого разряда. Но их мало. Мы на них сейчас ставку даже не делаем, их настолько мало. В основном люди просто не понимают вас. Вот, ну, просто жили как раньше и казалось, что счастливо жили. Вот тут вот это вот, понимаете, культура ваша духовная. всё портит. Нет никаких отношений, как раньше. Вот. Поэтому мы как бы на этот вопрос уже отвечали, что это можно потерпеть. И в те годы, когда мы только начинали эту практику, это был Советский Союз, это было хуже ещё общество, чем сегодня. Атеистический, воинствующий атеизм был, опаснее. Это нам грозили тюрьмы, и многие сидели в тюрьмах за эту практику, за вегетарианство, за мантру, за вот все эти вещи. Психушки были, ещё хуже тюрьм. И там преданные, которые попадали в такие условия, они повторяли не вслух, потому что, как только они вслух повторяли мантру, им сразу делали укол страшный. Да, я читала. Да. Они повторяли в уме свои круги, вынуждены были. Вот так, годами они там терпели всё это. Попадали в такие условия. Поэтому, если в вашем сердце уже как бы есть вот эта духовная вибрация, вы не сможете её просто забыть или перечеркнуть или выбросить куда-то. Это невозможно. Тут сердцу уже не прикажешь. Поэтому практикуйте, как вы умеете сейчас, в тех условиях, в которых вы находитесь. И постепенно, постепенно ситуация будет меняться сама по себе, вы увидите. Потрясающе. Да, я читала эту книгу, как зарождалось сознание Кришны в СССР. Вот такой вот толстенная книга. Это невероятно. И, знаете, просто сердце сжимается от осознания, через что прошли люди, которые принесли нам это знание. У нас сегодня всё это бесплатно, без наказаний. И люди не в состоянии оценить на самом деле. Но есть те, которые идут и преодолевают трудности. Их жизнь, я правда верю в то, что у них всё будет по-другому и всё наладится. Спасибо большое. Знаете, один вопрос на языке. Женщина написала, не могу простить и не могу подавить в себе негативные эмоции по отношению к тому, что подруга сделала аборт, избавилась на большом сроке от близняшек, которых носила. И женщина задаёт вопрос, я сама не могу избавиться от негативных эмоций, что мне делать? Как бы вы прокомментировали? Невозможно избавиться от всех негативных эмоций. Это невозможно. Никакой человек не способен на это. Есть вещи, которые будут вас сопровождать пожизненно, подобно этой ситуации. Эта боль останется и она будет вас предохранять от этих действий, поступков. И другие будут предохранять через вас. Это ваша боль за других. ваше сострадание за других. Вы ничего с этим не сможете сделать. Такова жизнь, которую нужно терпеть. Это материальная жизнь, она наполнена страданиями. Удивительный ответ. То есть есть, вы говорите о том, что негативное чувство, определённое негативное чувство, они предохраняют нас на том, чтобы мы были чуткими, бдительными в разных таких ситуациях. То есть чувства могут оставаться подобные негативные. я совершил какой-то дурной поступок и мне стыдно потом всю жизнь за это. И вот этот стыд меня предохраняет, чтобы я не повторял эти поступки. Он защищает мне этот стыд. Эта память мне нужна. Мне неприятна эта память, но она меня предохраняет, защищает, чтобы я не повторял подобные вещи. Или что-то другой человек сделал ужасное. Я запомню это. Знаете, какая была первая самскара? Ужасная самскара в жизни. Страшная. Я еще был совсем ребенком до школьного возраста. Но я помню сейчас очень ярко эту ситуацию, как мальчишки на улице прямо я увидел это все. Я был в эту компанию попал какую-то. Они убили лягушку. Может быть, что-то незначительное с точки зрения земной жизни. Тут и войны бывают. Но для ребенка для меня это был шок вообще, что можно так поступать с живым существом. И они при этом наслаждались этим. Я помню до сих пор это. И как я это помню? У меня в сердце осталось самскара. Убивать нельзя никого. Нельзя никого убивать. Не надо этого делать. Это плохо. Это нехорошо. Это чувство боли до сих пор у меня в сердце осталось до сих времен. Потом я увидел как убили кошку, убили птицу, убили потом домашнее животное, свинью зарезали. И у меня всплывало то же самое. Нельзя убивать живое существо. Нельзя ни в коем случае это делать. Это плохо. Это плохо. Это плохо. Я помню это. Согласна. Пока вы рассказываете, я вспоминаю свои самскары. Они были похожи. Очень. Спасибо вам большое. Смотрите, я сейчас скажу тем людям, кто нас сейчас слушает. Наверняка сейчас очень много вопросов, но я не буду включать комментарии. Я сделаю как в прошлый раз. Я перепишу вопросы, которые вы задаете сейчас в режиме онлайн. И использую их в следующем прямом эфире. А сейчас еще пойдем, у нас еще 10 минут, еще несколько вопросов для того, чтобы, ну вот, настолько для меня ценен этот диалог, настолько меняется вообще отношение к самим, ну, к сущности самих вопросов, что хочется просто продолжить. у меня сейчас немножко из другой оперы вопросы. Говорят, что учитель забирает часть кармы, негативной кармы своих учеников. Насколько это так? Почему только негативный? Ну, почему-то такой вопрос. Так, а что еще? Позитивный? как кажется. Как? Учитель не такой глупый, как кажется. А как есть на самом деле? Он забирает любую карму, хорошую тоже. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны, осторожны, принимая духовного учителя. Он у вас заберет не только плохую, но и хорошую карму. Как здорово. То есть он заберет, он заберет свою карму. Что я имею в виду? Я поясню, что делает. Да, конечно, я понимаю. Каждый имеет плохую, хорошую карму, каждый человек. Плохую карму он забирает, давая вам ограничения, регулирующие принципы, прекратить греховную деятельность. И будет вам говорить о терпении, чтобы вы потерпели еще реакции за прошлые грехи. Вот так он забирает вашу греховную карму. Он останавливает ваши греховные поступки и заставляет вас терпеть. Вот это первое. И второе. Вашу хорошую карму он занимает в преданном служении своей миссии. Миссию служения Богу. Так что у вас ничего не остается. И у нас какая возможность? У гуру тоже ничего не остается. Иначе бы у него было много кармы. Это все как бы Кришна забирает. Да, Кришна делается. Ой, как радостно это слышать. Скажите, у вас реально больше двух тысяч учеников, а в очереди стоят там еще, наверное, столько же. Реально ли помнить своих учеников? Я не буду говорить о том, что всех учеников. Но вообще вот как почувствовать насколько реально? Ну, я думаю, что вы понимаете в чем мой вопрос. Реально ли помнить учеников по имени, по судьбе? По каким моментам вы их запоминаете? Нет необходимости знать судьбу каждого ученика. Ну, вот мне любопытно, что происходит? Потому что это духовные отношения, не материальные отношения. Есть пример, пропадает, дает пример, что если вы хотите узнать, готов ли рис в кастрюле, вы берете одну рисинку и по одной рисинке понимаете, что во всей кастрюле рис готов. Также сейчас смотрю на тебя, и я понимаю много о других учениках, о прогрессии одного ученика, и могу понимать, как прогрессируют другие ученики. Как интересно. это то, что мне... Ну, тут есть свои секреты в этом плане. Ну, однажды я был в одной большой семье в Киргизии. Там муж и жена, они уже, ну, люди под 80 лет, наверное, у них большая семья. Много детей, там, около 10, что ли, дети, еще внуки пошли, очень большая семья, там, и зятья, и внуки, и так далее, и невестки. И, конечно, они уже пожилые, и мать говорит мужу своему, я, говорит, уже по именам не помню, говорит, никого. Ух ты! Да что ты! Путаю уже. Вот, так много детей, внуков, что я уже имена путаю вообще, не запоминаю их. А он ей говорит, главное, чтобы они тебя помнили. Удивительно. Удивительно. У меня сейчас меняется парадигма, на самом деле. Да, не важно, чтобы мы увидели Бога, главное, чтобы Он видел нас, чтобы мы Ему показались. Ой, Махарадж, слушай, как для меня это, ну, что-то на грани еще непонятного. И скажите, ну, не непонятного, а вот как раз то, в чем хочется разобраться. Скажите, вот вы только что сказали, а мне стало любопытно, что вы видите, какую тенденцию вы видите через меня, других своих учеников. Так хочется, правда, все силы отдать на то, чтобы вы были счастливы, чтобы вы радовались нашим успехам, чтобы вы были спокойны. Я слушала ваше одно видео, и мне так хочется максимально участвовать в том, в чем вы заинтересованы. Делать мир краше, лучше. Как это сделать? Семья, как бы, учеников, мы принадлежим к клану обезьян. Я объясню. Есть разный тип отношений гуру-ученик. Вот один из типов отношений гуру-ученик, это отношения обезьяны. Есть отношения рыбы, есть отношения птицы, есть отношения кошки, и есть отношения обезьяны. Обезьяна, она не держит своего детеныша сама, не носит его на руках. Именно детеныш хватается за нее, а она вообще не занята этим. Она живет своей жизнью. Детеныш сам должен держаться за нее. Мы видели это во Вриндаве, немного обезьян. Если детеныш не успевает схватиться за нее время прыжка, она может даже оставить его вообще. потому что он больной, он слабый, ее больше не интересует. Это отношения обезьяны называется. Поэтому задача, скажем, вот в наших отношениях, моя задача быть такой обезьяной, прыгать, чтобы ученики видели мои прыжки, чтобы ученики видели, что я делаю, и повторяли за мной. Вот что происходит. Тогда можно брать много учеников. Невероятно. Потому что в кошке там другие отношения. Когда гуру сам лично берет зашиверд этого котенка и носит его куда нужно, учит вот непосредственно. Это тоже один из вариантов. Но когда мало учеников, он примен, когда учеников один-два ученика. Тогда вот очень личные такие отношения, где непосредственно гуру учит ученика, как кошка. Или как птица, которая высиживает его касанием буквально. Вот он его ощущает в физическом присутствии. Но в нашем случае больше подходит вопрос наставлений. Не физического присутствия, а наставлений важности. Это вот прыжки. Ну и поскольку ты уже прыгнула в полете тоже, я вижу, что ты действуешь в правильном направлении. И твой пример также будет подхватывать другие. Будут понимать, а вот как нужно, какие отношения у нас на самом деле должны быть. Вот эти примеры помогают нам иметь большую семью. Я с трудом сдерживаю свои чувства, потому что знаю, что на этой страничке сейчас очень многие люди нас слушают. Я хочу просто с вами поделиться за последнюю неделю. Знаете, я тут неделю назад реально перестаралась и чуть-чуть почувствовала по здоровью недомогание. Я в день провела три эфира, и меня ну как бы чуть не уложили. И люди обратили на это внимание. И вот буквально на днях в моей команде родилась группа поддержки в 50 человек, Гурмахарадж. И они сейчас что только они не делают, они нарезают эфиры, они по секундам отмечают что-то ценное в эфирах, они конспектируют, они прописывают, они делают баннеры. Я почувствовала себя дургой, восьмирукой, понимаете, или многорукой, потому что я почувствовала, что есть команда, что появляется поддержка, что вместе мы силы, что мы можем сделать намного больше. Скажите, с кем нужно объединяться? Вы постоянно говорите о том, что нужно объединяться. С кем? Духовное объединение с закрытыми глазами происходит, даже не смотри с кем, по духу смотри. То есть сливки всплывут сами. Естественно, люди сами тебе, которые необходимы, придут. Тебе нужно просто узнавать их и всё. Сердцем узнавать, не глазами, а сердцем. Если появляется ощущение, что это не мой человек, потому что такие ощущения иногда очень редко но появляются, что делать в этом случае? Если эти люди в пространстве, чата, в пространстве, в поле? Это нужно проверить. Это может быть обманчиво, нужно проверить. Не мой человек означает, что обманщик пришёл. Это нужно проверить. И если проверяешь и получаешь доказательства? Ну, тогда нейтралитет, всё. Ни добра, ни зла. Переключайся на другие вещи, более полезные. Грума Харадж, одна минутка остаётся. Что Вы пожелаете тем людям, которые нас слушают, которые входят в мою команду, которые входят в Вашу миссию, в выполнение Вашей миссии? Что пожелать? Ну, в контексте сегодняшних вопросов семейных я пожелаю Вам терпения и мудрости и духовной силы. Пусть Ваша практика будет сильной, настоящей. Вы обретёте не обретёте. Вы придёте к нам ещё? Ну, оказывается, пригласите. Уже приглашаю. Спасибо Вам огромное. Вы знаете, я говорю, знаю, что задача того человека, который ведёт за собой людей, это уметь сдерживать свои эмоции, уметь не проявлять, не сильно радоваться и не слишком грустить, но что делать с эмоциями, которые просто выплёскиваются? Ну, используя их в служении просто. неизвесты, неизвестны, но неизвестны. Всё.